и снова здравствуйте всем привет и так давно я хочу сделать уже яга из аладдина значит уилбар есть потом гусь борис есть вот не хватает еще попугая давайте попробуем скульпт сайфа 6 все это дело вылепить очень такой к колоритный значит персонаж ну значит референсов дюжить я не нашел будем скриншоты делать им итак давайте попробуем работать со скриншотами там конечно плоховато видно но посмотрим что получится итак background так какой бы поставить давайте попробуем вот вот с этим поработать окей но в принципе встал да ну чуть-чуть наверно сплюснут и потому что я пытался картинку как-то пошире сделать ориентиры есть а там если что уже можно будет подправить подтянуть не суть вопроса так начинаем значит так нам понадобится симметрия минус тут в чем что здесь нет координат x и y да поэтому я возьму кисточку drive и просто вот здесь вот что-нибудь и такая две шишки набросаю чтобы знать что это перед потому что сейчас я буду крутить вертеть сферу и могу запутаться где что находится так здесь поначалу давайте так повминаем его если вас не будет работать кисточки то у вас включен global но те кто уже смотрел мой канал я много уже раз лепил скульптис альфа 6 не устаю повторять что это очень перспективная программа именно для болванок да возможно в ней делать и полноценных персонажей так кстати ролик на эту тему я тоже снимал так погнали значит что кисточку делаем побольше мы давайте представим что как этот персонаж будет выглядеть да значит возможно лучше флата нам поначалу работать кисточку побольше интенсивность побольше очень хорошая кисточка я только из-за нее сюда часто сейчас и захожу потому что скульптуру фу пардонте взыбраж там кисточка чуть-чуть работает не так как мне нравится так вминаем делаем вот такую штукенцию здесь у него будет как бы живот вот он и сейчас давайте вытянем ему немножко жопу вот так вот раз потом будем все это корректировать ну приблизительно где-то так так следующий этап если вы что-то вытягиваете в скульптис альфа 6 вам необходимо добавлять именно массы так побольше давайте накидаем тут главное не бояться и накидывать у даже если так вот она накидалась то это даже лучше так теперь вытягиваем поменьше кисточку так это будет у нас как бы ляжки сейчас мы их до оформим и как бы наверное их чуть-чуть в бок подальше вот вы видите что тут сетка меняется сетку можно выставлять вот детали допустим сейчас вот у меня три тысячи двести тридцать четыре тысячи варфрейм вот вы видите что я вытягиваю сетка не прибавляется я вот нажимаю и все сетка меняется вот так вот больших полигонов тут конечно повторюсь не любит эта программа так значит все это дело пока корректируем и следующий этап чтобы вы видели что дальше будет происходить вот теперь две точки которые мы набросали свою роль сыграли уже форма есть уже мы не запутаемся смотрим это значит shift колесико можно отводить значит нашу вот эту модельку так здесь у него идет шея потом большой клюв щеки и принципе такие диснеевские веки глаза ничего тут такого сложного ну и лапы тоже по простенькому так так погнали сейчас сначала придадим форму лапам вот увидите что полигоны остаются на своем месте вот здесь уже меняется раз все здесь они уже поменялись так здесь чуть-чуть минаем так я варфрейм выключил так здесь у нас уже пойдет спина нужно немножко и будет как бы вдавить ну выровнить сделать переход и вот с помощью крис давайте пока вот начертим что-то этакое и прибавим детализации чтобы у нас четкие были линии без ломки так ну погнали накидывайте шею так что у нас получится я его вообще не делал это вот сколько задумка так 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 значит без клэя накидываем побольше вот массы так там в разные стороны кидаем кидаем нарабатываем наш вот эту болванку вот так вот теперь что делаем что у него происходит значит без клюва пока давайте оформим голову так еще вверх вот теперь когда мы болванку накидали вот эту здесь теперь с ней можно будет работать опять же флатон шикарная кисточка интенсивность теперь можно поменьше сделать и вот потихоньку придаем нашему персонажу вот эту форму так здесь вот у него будет типа клюв сейчас вытягиваться так теперь вытягиваем вот эту черепушку да вот так вот черепушку здесь она у него плоская здесь потом наработаем значит ему какую-то стукенцию так здесь у него спина наверно будет потолще хвост потом потоньше так лапы чуть-чуть наверно в бок и жопа у него так здесь тело побольше и живот тоже побольше но это пока так по примитиву пока пусть будет так давайте наметим теперь какую штуку клей выберем и вот здесь у него видите вот шея чуть-чуть ее так наметим так ну вроде пока пойдет потом здесь у него идет еще грудина дорабатывать живот набрасывать будем так следом клей отключу еще добавлю массу на вот эту голову и здесь наверное лучше порисовать уже так кризом рисуем намечаем значит здесь где-то вот так вот у него глаза будут так здесь вот у него пойдет щека ну опять же пока приблизительно так что еще вот теперь нужно нарабатывать клюх пока выбирать глаза рановато потому что так здесь вот можно еще прореху сделать наметить так так башка у него еще чуть-чуть вот все поменьше так вот как то здесь от удавлена наверно вот таким вот образом но где-то так ну а теперь давайте кидать массу клюва значит так сейчас я покажу как я хочу сделать клюв нам накидываю сюда прям побольше 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 массы прям ее очень много надо побольше побольше и еще раз здесь вот горбину так все вот теперь вот это можно уже потихоньку тянуть кисточку поменьше здесь значит переход и вот эту часть прям прям побольше побольше со стрельком так клюв побольше и здесь клюв там шиздец как потолще надо делать по моему так это уже вот боковой референс будет так теперь все это будет дорабатываться теперь нам понадобится такая штука сразу давайте выберем внутреннюю часть вот этот результат как это контрол где-то так теперь все еще расширим увеличим приблизительно давайте подставим его так и клюв прям еще побольше где-то так и что-то наверно в таком духе есть такое дело пока конечно все страшновато как обычно да так и нижнюю челюсть давайте накидаем нижнюю челюсть она тоже какая и вот я уже в эту полосу пока не укладываюсь но это не беда сейчас будем что-то этакая думать как-то так-то так теперь здесь еще как бы вытянутая что-то такое следом нарабатываем нашу массу вытягиваем вот эту штуку и потом будем с ней уже работать то нет бокового референса вот это вот не есть гуд так здесь значит щеки побольше я так думаю вот эту часть ну как-то так-то так чуть-чуть наверно уменьшим теперь кисточку побольше и вот эту штуку придется наверное вытягивать больше ну погнали теперь придавать ему хоть какую-то форму до интенсивность поменьше тут как-то все пока подкапа выжимаем так так порежем где-то щеку надрежем нашу таки значит части полоску проведем над шеей так здесь у нас приблизительно где-то вот такая штука идет таки здесь у нас ключ потом я скульптис и услугу позабрать значит отсоединю и потом там еще буду что-то этакая колдовать так что у нас тут не нравится мне control z control z наверное по длине он должен быть вот эти лапы давайте подорабатываем значит здесь уже наверное лучше по порезать как-то их отделить от джи от задницы так шифтом глаза утягиваем как бы вдаль наверное пробуем наработать еще надуть массу с помощью кисточки drive просто щелкаете и она надувается так нижняя челюсть она тоже у него значит надута и по моему она здесь с этой частью сросшиеся ну-ка так о походу так как то как теперь что у нас тут получается надрезы тут будет потом впадина выбираться именно забрать подаем значит ему вот эту нарабатываем толщину тут у него как бы грудак должен быть да значит что у него тут накидываем теперь ему клэем кисточку поменьше вот эти щеки так можно понизить значит полигонаж внизу здесь вот слева количество тысяч полигонов на низких полигонажах будем значит это все дело заманить как накидываем значит его типа брови через альт выберем вот эти пазы закидаем переносицу она у него полюбасу должна быть так здесь тоже у клюва какая-то часть должна быть так здесь значит побольше щеки уходящие вниз вот сюда вот так вот ничего сейчас потихоньку его сделаем так с клювом так с клювом с клювом здесь значит листочку поменьше вытягивать эту часть а эту часть вдавливаем делаем поострее и здесь еще тогда больше точно подделаем вот как то так то так теперь что давайте здесь вот резанем вот эту часть вот где шея так иначе что у нас там еще а вот так без клэ значит делаем здесь губу вот она губа идет я сегодня epic pen не включил сейчас надеюсь процесс будет интереснее интереснее тогда хотя лучше возможно видеть что дальше будет делаться так общая часть и вот эту часть значит клэем выравниваем как тот нарабатываем значит здесь массу так через alt давайте все-таки чуть-чуть вдавим чтобы было понятнее что тут происходит сортом там как бы гланды так но уже вроде бы что-то этакая похоже да здесь у него окружность там где-то вот такая ну да так вот с телом тут референсов нету не пойму тело в принципе нормальная или слишком маленькая давайте попробуем надуть да вот так а теперь выбираем кисточку побольше так еще кисточку побольше и от головы тянем вот так по моему больше уже похож надуем ему живот тушку побольше как здесь у него значит сирен здесь будут крыльям вот в этой части так что можно немножко тут еще подгладить и вот теперь нужно разобраться с этим затылком вот этой частью шеи здесь у него по идее вот они перья давайте сделаем тут кант центральную вот эту точку сделаем попробуем ее теперь вытянуть у меня вот эти штуки вообще не получается ну сейчас вот а вдруг получится да так значит тут шея все таки у него поменьше тут как бы должен быть какой-то горб тут какая-то задница как-то я его себе представляю так и теперь значит еще раз вот эту штуку так здесь щитка и вот здесь еще одну добавим как без клея как бы туда и попробуем эту шишку выкинуть ну а теперь тут резко кризисом кризом добавим полигонажу отсекем значит немножко голову так здесь тоже немножко нужно побольше вот этот так как живут сделать как здесь по моему он чуть-чуть поменьше так сверху чё тут потом все счете как бы на и побольше должны быть так это как бы перья у него будет отходить ну да наверное где-то так теперь нужно порезать ему саму щеку вот эту хорошо вышел 10 примятина и здесь значит проведем клэем значит такую полоску так как бы складка чтобы было до переход от шеи вот так и тут как а вот здесь уже наверно хват и нам побольше вот так что у него там по разрезу на четвертая эта часть еще вниз уходит вот шифтом левая кнопка мыши так вот эта часть должна как бы подходить наверное к этой части клюва к этому изгибу здесь побольше клюв еще как бы поменьше не знаю как потом при риге это дело будет выглядеть наверное тут еще под надуть и надо делать нижнюю челюсть и вот эту часть тоже наверно как бы выворачивать так но здесь чуть помягче не без этого и шифтом бока вот эти нарабатываем чтобы он ну не просто шишкой был допустим а вот здесь вот как бы горбы вот так а тут как бы ну такая вот краска короче ну а там если что можно будет уже подкорректировать подправить так намечаем что ему давайте порежем побольше десять раз так щеки отрезаем побольше два переносицу намечаем так теперь вот здесь надо вот эти все флаты нам вот кисточка флатом прям вот это все плющим так вот под переход такой как бы плавненько да и добавляем здесь без клея вот эти переходы такие раз и и теперь опять же флаты нам мягко так перекручиваем поотгадываем ну а теперь дело глаз это опять же драйв и здесь уже можно с клеем на сильной инициализации до детализации сверху вниз сверху вниз и нажимаем нашу вот эту мышку у кого мышка кто глаза делайте поглубже потом чтобы с этим делом снимается и они у него прям большие да ну давайте прям так и они у него прям таки круглые о так вот здесь я вот не знаю как у него тут дела обстоят наверно выглажена вот эта часть у него так как здесь тоже как бы умятина должна быть на переход на щеку все это флаты нам выглаживаем немножко поработаем сейчас с будущими перьями так а здесь у него вот эта отрезка должна быть здесь же у него получается как бы брови да а здесь как бы должен быть затылок и затылок я думаю что должен быть поменьше так как это у нас затылок должен быть у него прям маленький так это значит шифтом шифтом попробуем флата нам все это делать так корректировать так 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 здесь вот маленькая черепушка сейчас ее наверно еще больше чуть под накидать где-то вот так наверно шишка есть и помозг так флата нам еще вот эту выравниваем выглаживаем тоже можно дать ее такую как бы ровность так а здесь как бы треугольник так перья они же задранные да значит тут тоже корректируем пусть такая будет штука стилизованная шея покруче так выглаживаем позвоночник так выглаживаем позвоночник корректируем задницу задница тоже непонятно она у него то ли острая то ли жирная и вот форма вот этой задницы тоже непонятно сейчас буду может быть ее может быть ее как-то вот так вот и шифтом бэнд и тело наверно нужно еще побольше сделать значит побольше делаем эту штуку кисточку граб и еще наверное от шеи тянем вниз ну вот вот теперь вроде бы как бы вроде да так теперь по ногам надо определиться вот по этой заднице так ее выглаживаем делаем округлой и островатой тогда так сверху тоже делаем ее как бы островатой так спина пусть будет тут как бы ребра тут как бы грудина в принципе башка если получилось то в принципе 70 процентов дело сделано персонаж будет узнаваем даже если будет чуть чуть где то что то не так так вот что у него тут по ногам как бы это все дело до оформить рисуем треугольник вот так раз и подрезаем вот так вот классная штука кстати когда вы рисуете вот допустим треугольник или квадрат и уходите подрезку допустим изнутри делать вот эта часть уже не трогается форма намечена уже вот вы видите можете ее закруглять а эта форма остается тоже прикольная штука так нужно наметить так культяпок у него нет у него просто значит здесь вот так вот здесь да вот такая штукенция вытянута и на острие вот здесь как бы даем ему ляжки а вот эту часть нижнюю можно прям укатывать там заострять филейную часть можно тоже чуть чуть помягче дооформить шифтом где то выгладить вниз тут пока можно не трогать или уже давайте вот раз тут уже у него как бы живот должен быть да что у него с животом живот я думаю у него должен быть побольше так как бы еще лапы не потянуть и живот как бы вот висит тут бы как бы у него грудина должна быть еще живот как бы надутый так вот раз так филе 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 вот эти филейные части наверное нужно как бы больше дооформить да и по моему они должны быть как бы треугольником так и значит здесь еще как бы по длине наверное так так вот здесь как бы по длине живот как бы оп подтянуть и вот здесь вот филейную часть чуть к хвосту подтянуть чтобы как бы ляжка была такая окорочковая во и хвост уже вроде получается вот тут вопрос он должен к верху стоять или вот так вот к низу а ну что у него там так и по моему здесь у него побольше гор как бы должен быть наверное так ляжки вот эти чуть-чуть на в оглубь вглубь уходит так здесь у него грудина побольше живот должен как бы тоже преобладать вот этой части вот так вот подтянутый должен и тогда филюхи вытянут его чтобы окорока были видны ну вот где-то так так теперь значит в the brush корректировка добавляем пустоты добавляем вот эти вот выработку внутренней части это надо это надо будет маскированием как-то отделить так так вот здесь еще видите надо больше округлость дать вот вот чтоб теперь было рисовать по круглому нормально так теперь кисточку поменьше интенсивность и флаттеном можно вот эти вот под рисунки под веки добавить вот эту выемку здесь как бы еще побольше под белую часть попробуем теперь кисточкой вот так вот без клея провести вот эту интенсивность мы ее выглаживаем а вот эту часть чтобы ну четко вот эта была просто прижмем и уведем значит клювом ну и здесь клюв еще наверное побольше нужно будет здесь вот мять вот такой рубец так щеки по щекам что у нас что у нас по перьям так надо еще по перьям разобраться как бы здесь вот башка идет а здесь как бы вот треугольником перья да а здесь какие-то завихрения так вот как бы сделать так и тогда получается ну да вот это пусть будет вся щека так а это от щеки отходит перло ну в принципе что можно их перья еще чуть-чуть как бы как бы к верху вот так вот как бы еще расширить возможно центральную можно еще побольше сделать на али не стоит али не стоит что еще тут у нас получается округлость здесь здесь еще она побольше ну вот получилась вот такая вот болванка теперь теперь надо вставить трипера в задницу сделать вот эти лапы в принципе можно и тут вытянуть но я лучше нарисую их в зебрас на кубе или на плоскости и потом вытяну и пролеплю там уже это уже не проблема так ну все теперь в следующем ролике если я его доделаю то покрасим или покрашу сам уже будем тогда смотреть как рик делается и анимация тем более как крылья делать оставлю ссылку в описании на Бориса на Уилбера ну и этот вот на подходе сохраняем опш пишем как его зовут Ягу на рабочий стол все всем пока до свидания